Убираем все со стола, достаем двойные листочки. В Красноярском крае родители, общественники и чиновники пробуют сдать ЕГЭ. За партой сели те, кто давно окончил школу. Какие эмоции они испытали и зачем вернулись в учебные заведения в нашем следующем сюжете. Досмотр с металлоискателем, вход по спискам и у каждого свое определенное место в аудитории. Все как на настоящем ЕГЭ, только вместо школьников экзаменуемые постарше. Проверяют они свои знания по предмету, не сдав который, школьник рискует остаться без аттестата. Уважаемые участники экзаменов, сегодня вы сдаете экзамен по математике в базовый уровень в форме ЕГЭ. С использованием технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов по аудитории. За партами родители выпускников, чиновники, депутаты, общественники и журналисты. Те, кто хочет на себе попробовать, что такое ЕГЭ. Здесь и бланки заданий, как у одиннадцатиклассников. Это еще и возможность проверить свои знания. Экзамен сложный, наверное, для нас, для тех, кто давно не сталкивались, по крайней мере, с предметом, как, например, математика. Но, думаю, для детей, которые занимаются, которые действительно учатся, стремятся к тому, чтобы получить хороший аттестат, ну, думаю, решаемо для них это. Даже сдают пробный ЕГЭ в пункте, где через пару месяцев пройдет настоящий. Здесь уже и видеонаблюдение налажено. Среди тех, кто пробует свои силы в едином госэкзамене, и глава Сосновоборска. У него это первый опыт. Ну, конечно, всю ночь учил билеты, что-то, одну ночь. Перед экзаменом, как всегда. Дети у меня один в четвертом, один в десятом классе. В следующем году старшему предстоит сдача экзамена. Мне хочется попробовать, как это, и, естественно, рассказать, поддержать его в этом смысле. Единый день сдачи ЕГЭ родителями – это всероссийская акция. Ее проводят в рамках развития национального проекта образования. Уже тысячи родителей по всей России сдали этот экзамен. В Красноярске в прошлом году к акции присоединились 800 человек. В шестой год мы на территории Красноярского края проводим эту акцию. При этом, если в первый год это был только город Красноярск, то сейчас к этой акции подсоединились все города и населенные пункты Красноярского края. Наверное, самое важное – это психологическая атмосфера. Я, имея опыт участия в едином государственном экзамене, родители смогут почувствовать, что чувствуют их дети. Организаторы надеются, что такой опыт поможет тем, кому уже в мае предстоит сдать единый госэкзамен. А еще снимет лишнее напряжение с родителей и педагогов. Наталья Архипова, Седьмой канал.